Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер», ее проведу я, Константин Гречаны. Сегодня мы будем говорить о городском транспорте. Состоялся исполком Одесского городского совета сегодня, и Александр Илько, директор департамента транспорта, сделал заявление, что город будет вытеснять частных перевозчиков с рынка, под это уже закупаются новые трамваи, троллейбусы. Я думаю, наши телезрители, которые следят за новостями, знают об этом. И вот, собственно, эти слова были сказаны в контексте сегодняшнего конфликта между городом и перевозчиком на 9 маршруте, который работает на 9 маршруте. Журналист Леонид Штекель, собственно, заявлял, что там чуть ли не рейдерский захват происходит, силовое противостояние, и вот, собственно, что там происходило, и как дальше город будет действовать в отношениях с перевозчиками. Мы постараемся сегодня разобраться. К нам пришли Дмитрий Жеман, директор коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс». Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Лазовенко, депутат Одесского городского совета, представитель комиссии по транспорту. Добрый вечер, Марина. И также к нам обещал прийти Леонид Штекель. Мне вот подсказали, что он опаздывает, но обязательно будет у нас в студии, и мы вот тоже с ним поговорим. Телефон прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Также мы предлагаем вам принять участие в нашем интерактиве. Сегодня мы у вас спрашиваем, нужно ли менять частников, частных перевозчиков на коммунальное предприятие «Одессгорэлектротранс». Если считаете, что нужно, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что не нужно, по номеру 784 80 82. Дмитрий, давайте вот так начнем от частного к общему, от конфликта к общей ситуации. Вот расскажите, что это, был ли там конфликт, и почему вы решили отказаться от услуг этого перевозчика? Ну, на самом деле, я там никакого конфликта не увидел. Сейчас будет наш это коллега, возможно, у него есть информация какая-то иная. Но я там находился сегодня с самого начала, с полшестого, то есть, в принципе, ну, это почти до вечера. Ни на одной, конечно, ни на второй, я никаких каких-то ситуаций, спорных, либо конфликтных, не наблюдал. Уж тем более, о каких-то там силовых захватах, так скажем. О том, что сегодня на девятый маршрут выйдет новый перевозчик, бывшему это перевозчику АТП-15106 сообщили заранее, сообщили письменно, как департамент, так и мы со своей стороны. Мы это передали им, копию договора с департаментом, этот им часового договора. Это все у них есть, у нас есть письма с отметкой, что они это получили. Поэтому говорить, что на сегодняшний день мы им как снег на голос, ну, это не совсем верно. Вот. Сегодня с утра выехали, мы добавили машины как по троллейбусному маршруту, вот, так добавили машины и на автобусный маршрут. Сегодня они работали, как мы и обещали, в общем расписании, через одну, один троллейбус, один автобус. Утром всех это пассажиров вывезли, все были довольны. Я, опять-таки, это повторюсь, я там находился с утра, полностью всю эту ситуацию видел от начала, так скажем, до конца. Никто долго не ждал, а по сути не ждали вообще. Всегда машина была под загрузкой, даже там, в принципе, в самый час пик. Поэтому я не думаю, что есть какие-то нарицания от жителей города. По поводу этого конфликта, ну, я вам тоже это сказал. По поводу того, что мы отказались. Ну, отказались не мы, мы являемся таким же перевозчиком на рынке, как и АТП-15-106, но разница лишь в том, что мы это коммунальные, а это часто. Город, я имею в виду, отказался. А отказался город в лице департамента, и отказ, то есть суть отказа, если говорить юридически, в документах, которые подали на руководство АТП-15-106, которые подали на участие в конкурсе, были допущены, ну, на наш взгляд, серьезные нарушения. Первое, то есть это вместимость машин. То есть по тендерным условиям, это должны быть машины не менее 19 сидячих мест. А, ну, тем, это людям, кто не в материале, хочу сообщить, что, почему 19? 19 мест, если выше 18, то это уже мы говорим о машинах вместимости достаточно большой, ну, относительно большой, типа, как всем нам известны Богданы и эталоны. Если мы говорим о машинах 18 местных, то это уже допускаются Мерседесы переоборудованные, либо, как мы видели на этом маршруте, Газели работали. Ну, их называют не Газели, хотя все понимаем, что это Газели. Вот, поэтому, дабы на маршрутах не было таких машин, департаментом ставится ограничение до 19 мест. Хотя, это АТП-15106 все равно поддало 18 местные машины, а мы знаем, что это Газели, вот, газовые. Переделанные, это Газели, да? Да, да, да. Вот, это первое. Второе нарушение, на мой взгляд, тоже достаточно существенное. Это у них в анкете машины заявлены, как 2010 года выпуска и 2011 года выпуска, а пересмотрев техпаспорта, этот рабочий орган совместно с департаментом выявил, что машины, по сути, на 10 лет старше. То есть, ну, они дописали в анкете 10 лет. Там 99-й и 2005-й, по-моему, был. Это первый, то есть, 2001 год. То есть, ну, они добавили 10 лет машинам. На мой взгляд, это существенное нарушение, как и вместимость машин. Поэтому, конечно, мы были, мы настаивали на том, что их не должны были допустить это к участию в конкурсе. Члены этой комиссии решили иначе. Мы с этим были не согласны, мы подали в суд. Сейчас идут судебные отразбирательства, и в первой инстанции мы уже выиграли. Была подана жалоба апелляционная, которая сейчас и отрасматривается. Как я и обещал, к нам присоединился Леонид Штекель. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, но, Марина, у меня сначала вопрос к вам. Да, вот сейчас нет окончательного решения суда. Дело рассматривается в апелляции. Тем не менее, закончился договор, и вы решили его не продлевать. Да, именно вот это основное основание, да, на котором туда Горэлектротранс зашел. Вот почему вы решили не продлевать договор? Я никаких решений не принимаю, как депутат городского суда. Я понимаю, я имею в виду как город. Вы же все-таки позицию города отстаиваете. Мы начнем с того, что сейчас сложилась ситуация, что город рейдерским захватом забирает городской маршрут. Могу ли я понять, как это происходит? Город у города отбирает. Мы, наоборот, на сегодняшний день хотим возвращать городские маршруты, и чтобы там работал Горэлектротранс, городские наши учреждения. Для того, чтобы мы понимаем, было поступление в бюджет города, а не в частные, так скажем, компании, которые зарабатывают на наших же маршрутах. То, что сегодня сложилась ситуация с девятым маршрутом, я считаю, что это просто больше информационная проблема, чем проблема, которая, так же Дмитрий описал, практически большой проблемы, в этом нет. Но перед тем, как приехать к вам, я проехалась по маршруту девятому, хотела посмотреть все-таки, насколько договор работает только Горэлектротранс, или там еще все-таки остались заезжие те маршруты, которые не имеют права на сегодняшний день работать. К сожалению, они остались. Это выявляли сегодня и сотрудники Горэлектротранспорта, поэтому тоже будут вопросы к АТП-15106, почему же там еще работают маршруты. Мы знаем, что договор заключен хотя бы... Вопросы какого характера? То есть будут ли какие-то санкции к ним? Ну, наверное, не я буду эти вопросы задавать. Мы сообщим в полицию о том, что на маршруте работают. Будем сообщать, пускай полиция об этом позаботится, так скажем. Плюс договор заключен сроком на три месяца до конца февраля 2018 года, так как идут судебные разбирательства. Разбирательство, как только суд выявит, кто же прав, кто виноват, дальше будут заключаться договоры уже непосредственно с тем предприятием, которое выиграет этот суд. Но я не могу понять, почему на конкурс были заявлены заведомо ложные показания. То есть были даны заведомо ложные, то, что Дмитрий тоже объяснил, как можно было завысить на 10 лет сам маршрут, что сами маршрутки на 10 лет оказались старше, чем предполагалось в документации. И это тоже, наверное, должны задавать вопросы органы, хотя, в принципе, в этом уже идет разбирательство. И я не считаю, что плохо, что город возвращает себе маршрут. И сегодня правильно господин Илько сказал, что там, где будут повторяться те маршруты, то есть идет город Электротранс, и за ним еще появляются маршрутки частные, давайте мы будем как-то постепенно переходить и будем пополнять бюджет города. За этим, так понимаю, городской голова следит, что пополнялся бюджет, и депутаты городского совета, соответственно, тоже. Мы сегодня обязательно поговорим, что сможет ли полноценный город заменить. Леонид, у меня вопрос к вам. Это не все, когда здесь говорилось. Все началось. Да, давайте я сначала хочу... Это очень интересно, потому что здесь говорилось неправда. Хорошо, вы сейчас скажете, Леонид, я прошу прощения. Я хотел бы сначала зачитать вашу цитату, собственно, с которой все началось, откуда появилась информация о конфликте. Сейчас идет попытка запугать водителей 9-го автобусного маршрута, чтобы они не выезжали на маршрут. Горэлектротранспорт сначала хотел захватить маршрут через конкурс, не получилось. Потом через суд тоже не получилось. Теперь решили использовать открытые силовые методы. Вот ваши собеседники сейчас, пребывая там на месте, не заметили никаких силовых методов. Какие они собеседники? Расскажу, все осталось, чтобы было здорово. Расскажите, в чем силовое закрываю? Судебное решение. Очень интересный момент. Суд Приморского района, не дожидаясь рассмотрения дела, сделал ухвалу, запретившую работать там ТП. Эта ухвала была отменена апелляционным судом. Затем суд, после этого ухвалу, еще раз принял ухвалу, запрещающую это дело. Еще все странное движение суда. А после этого судья две недели, неизвестно почему, не отправлял операцию в операционный суд. Это вообще очень интересное дело. Я надеюсь, еще будет заниматься действиями этого судьи, Приморского района, который так делал. Это первый момент, секундочку. Ну я все расскажу, зачем же вы здесь говорили достаточно много. Это первый момент. Второй момент, очень интересный. Во-первых, девятый маршрут автобуса, троллейбуса и автобуса не совпадают. Разница между ними небольшая, но она есть. И действительно, Горэлектротранспорт еще раньше пытался проконтролировать девятый маршрут автобуса, создав единый график движения, что невозможно, потому что у них разное время движения. В принципе, невозможно. Ну и затем был конкурс. На конкурсе были подданы документы, я членом конкурсной комиссии. Правда, верно, меня уже отчислили, то есть конкурсная комиссия, после того, что я сейчас выступаю против этого действия. Но конкурсная комиссия проголосовала совершенно четко за предыдущего перевозчика, который там был. Вы вот проверили документы? Да, проверили документы, проверил господин Хаскин. И он нам зачитывал все эти документы, все это говорилось. Искали с поводой для того, чтобы АТП не стало, не выиграл этот конкурс. Доводом был найден то, что АТП переоборудовало газовые машины под газ, и поэтому это стало на одно сидение меньше. Был довод этот. Этот довод не прошел. Было поручено, чтобы АТП переоборудовало обратно эти автобусы на 19 мест. Других претензий тогда не было. Сейчас мне говорят о том, что там автобусы старые. Но рассказывать сейчас можно все что угодно. Во время конкурса не было этого. Совершенно четко. Это вот присутствие, я член конкурсной комиссии, я при этом присутствовал. Теперь относительно того, рейберский, нерейберский захват. Коммунальное предприятие это самостоятельная коммерческая структура. И когда самостоятельная коммерческая структура, которая вне конкурса, вне конкурса, есть положение о конкурсах. То есть всегда автобусные маршруты в Украине распределяются на основании конкурса. Если бы город посчитал нужным вообще отменить конкурсы, это его право. Он может поставить это условие, сделать. Он этого ничего не делал. И только тогда, когда не удалось это через судебное решение, вспоминается история о том, что город хочет отобрать ее маршруты. Может быть, это была бы интересная вещь. Может быть, я не спорю. Кто должен работать на маршруте, если перевозчику запретили, пока пройдет конкурс. Перевозчику кто запретил? Секундочку, кто запретил перевозчику? То есть город Электротранзит потребовал ухвалу. Ухвала была судом дана, а апелляционный суд ее отменил. Вообще дело вступает в законную силу после решения апелляционного суда. Так соглашение же закончилось? Нет, 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 секундочку. Соглашение была конкурсная комиссия. То есть была опротестована, для того, чтобы опротестовать решение конкурсной комиссии, дело в суде должно вступить в законную силу. А для этого должна пройти апелляцию. Оно не вступило в законную силу, значит, действует решение конкурсной комиссии. Никто его не отменял на самом деле. То есть суд первой инстанции... Я вас понял, Дмитрий... Сейчас, секундочку, я еще не закончил. Секундочку, я тоже еще не закончил. Дальше, чудесный момент возникает. Коммунальное предприятие, бюджет города, замечательно. Я хотел бы знать, сколько на сегодняшний день стоит проезд в электротранспорте? Вот сколько на сегодняшний день стоит одна поездка в электротранспорте? Вот город платит коммунальное предприятие, город электротранспорт, очень большие деньги. Вот я хочу знать, и тогда я буду знать, вот допустим, масло заберут, то как вообще деньги будут распределяться? Я помню, была такая проблема, что коммунальные предприятия никак не отчитывались перед городской властью. Ну, я имею в виду перед депутатами. Ну, была такая проблема. Говорилось о ней, много очень говорилось. Но возникает вопрос. Вот мы сейчас даем коммунальные предприятия, еще один маршрут, еще один маршрут. А что выигрывает Одессит от этого? Давайте дадим возможность как раз, Дмитрий, ответить на этот вопрос. Можно, я попытаюсь все как бы по пунктам, если не забуду. Перед тем, как начну говорить, хочу заметить, что я вас не перебивал. Я вас не перебивал? Ну, нет, я заранее говорю, вы не перебивали, потому что вас не было, поэтому я вам сейчас говорю. Я когда пришел, не перебивал вас? Ну, это по сути, давайте все-таки по сути продолжим разговор. Смотрите, ну, сначала по поводу судебных решений. Наверняка вы очень хороший, уважаемый журналист, но юридически вы не подготовились к этому моменту. Это не одно судебное решение, это два судебных решения. Первое было ухвало суда о том, как раз из-за этих паспортов, которые мы говорим, то есть, что заведомо была подана неверная информация. То есть, техпаспорта есть с печатями, с подписями, то есть, как бы, заверенные это переводчиком. И анкета также заполнена этим же переводчиком с печатью и с подписью. И разница там в этих машинах в 10 лет. Вот на основании этого мы и подали, как бы, первое судебное решение. Это о том, что не вступало в силу действие это решение конкурсного комитета. И все. Вот эту ухвалу вы видите... Я не отменял. Ну, это видна отговорка по Фрейду. Вот. Это перевозчик ее поспорил. И выиграл спор. Да. Я же не спорю. По этой ухвали. Только по этой. Что касается решения, но о чем там написано, что не вступало в силу и все. А вот второе судебное решение, которое мы выиграли первую инстанцию, это не ухвала, это решение суда. Где написано, что перевозчика АТП 15107 не должны были вы, то есть члены конкурсного комитета, вот в данном случае вы, так как вы являетесь членом конкурса комитета, не должны были вы допускать к участию в этом конкурсе. Теперь я... Ну, мы сейчас в юридические тонкости. В юридические тонкости это очень важный момент. Я, если можно... Я хочу по тонкостям ответить. Мы же договаривались. Да, я не греба. Я прошу разрешения по юридической тонкости ответить. Я запоминаю, запоминайте вы тоже. Дмитрий, Леонид, смотрите, это очень важный момент. Просто это вот такой частный конфликт, где суд должен поставить точку. В первую очередь, зрителей, наверное, интересует, вот как дальше будет городской транспорт. Как говорится, любое судебное решение вступает в законную силу после апелляции. Насколько комфортно будет транспорт? Сколько это будет стоить? Если можно, я продолжу. Теперь по поводу, опять-таки, сегодняшнего конфликта. Вы сами это заметили, я не говорил. Вы сказали, что утром там был Тищенко, это Илья Степанович. Он действительно уважаемый человек, автомобилист. И в том числе уважаемый мною. Это очень человек. Но мне непонятно, честно говоря, будучи членом конкурсного комитета, чего он туда поехал утром отстаивать интересы частного перевозчика. Более того, он же вместе с вами, в том числе, голосовал в этой же комиссии в пользу частного перевозчика. Ну, я никого сейчас ни в коем случае, ни в чем не обвиняю. Но как-то оно выглядит, ну, подозрительно. Не комельфо, так скажем, да? Что один член конкурсного комитета сейчас в эфире доказывает. И сегодня утром поднял в соцсетях панику, что это КРУ маршрут забирает. А второй член конкурсного комитета, который тоже голосовал, что поставили маршрут частному перевозчику. Если взять за основу решение первого решения суда, то неверно голосовали, потому что второго решения еще суда у нас нет. А второй едет на конечную, чтобы защитить частного перевозчика от коммунальщика. Я вас понял. Да, Леонид, к сожалению, вот на последнее вынужден дать вам ответить. И все, и мы переходим, хоть немножко нам нужно поговорить о том, вот куда город будет двигаться. Понятно. Значит, во-первых, господин Тищенко является главой ассоциации, куда входит этот частный перевозчик. Это первое. Второе. Глава этого предприятия, которое сейчас происходит в событии, лежит в больнице. Мы делали очень тяжелую операцию в Киеве. В лучшем случае он вернется в Одессу через пару дней и тоже будет в больнице. Поэтому Тищенко просто хотел помочь человеку, которого он хорошо знает. Второе. Третий момент, очень важный. Вообще сам по себе факт, что водителей запугивают. Никого как-то не удивляет, не пугает, ничего не... А кто вы пугает? А этот момент вообще самый очень интересный. Вот я же об этом и спрашиваю. То есть здесь, когда мне говорят люди, которым я доверяю, а мне разные люди говорили об этом, мне звонили еще другие люди, но мне хватит достаточно политиченка, которые говорят, что там стоит человек, который говорит водителям, поедете, я разобью машину, я сожгу ее. США спокойно говорит, уверенно, что ему ничего из этого не будет. А почему нет фактов видеофиксации, аудиофиксации, если это... Я объясняю, потому что это у нас, к сожалению, люди старые. Они привыкли еще фиксировать, они еще не умеют такие вещи делать. Но они это говорят. И я, вот к сожалению, вот к сожалению, я Тищенко знаю очень давно. Я могу с ним не соглашаться, не соглашаться. Вот если человек что-то говорит, я хотел бы посмотреть кто-нибудь, вот посмотрел в глаза Тищенко, сказал, что он врет. Вот мне просто интересно, у кого-нибудь хватит наглости такое сказать? Вот я абсолютно Тищенко верю. Если Тищенко это говорил, это правда, потому что этот человек достойный, он может ошибаться, но он не будет врать. Я понял, вы на личном... Я доверяю человеку, который говорит. Все, я понял, мы по конфликту закончили. Марина, вопрос к вам. Если можно, я еще парил, потому что, ну, смотрите. Ну, только короткую... Буквально, да, последнее резюме. По поводу побить, спалить, сжечь, ну, просто, опять-таки, я там сам находился сегодня с прошлого. Может быть, это вы говорили? Может быть, это я говорил? Не знаю, в каком-то космонном случае. Будут обращения в полицию, будут установлены... В полицию, никакой фотофиксации, ни конфликтов там на месте не было. Марина, все-таки вот то, что замена частных перевозчиков на горы электротранспорт. Вот скажите, ну, частные перевозчики, понятно, маршрутки, они менее комфортные, да, они вот часто не соответствуют тем нормам, которые нужны, но все-таки они быстрее. Городской транспорт, он не сможет полностью компенсировать даже на тех маршрутах, которые дублируют. Давайте мы возьмем даже девятый маршрут, да, и если в потоке по канатной едет или маршрутка, или троллейбус, в одном и том же потоке они едут, никто, никого, никого. Да, если нарушает маршрутчик, что они это часто делают, то, к сожалению, факт налицо. Но мне просто интересно, на сегодняшний день все маршрутчики плачут, что не хватает 5 гривен на оплату, и дальше просто они выживают. Почему сегодня за девятый маршрут такая борьба, если, ребята, вам так плохо? Я не могу этого понять. И на сегодняшний день вы знаете прекрасно, что на следующий год город будет закупать намного больше низкопольных троллейбусов, и они будут ездить по нашему городу. И это будет продолжаться, мы будем стараться, чтобы каждый год постепенно делать так, чтобы больше появилось маршрутов в гор электротранса. Если можно, я бы еще хотел дополнить по поводу обновления парка, что буквально сегодня было заседание апелляционного суда в городе Львове, где дилер, который должен поставить нам эти новые машины, выиграл суд. Я думаю, что уже буквально через неделю-полторы начнутся первые поставки сюда, в Одессу, новых машин. Но они смогут заменить маршрутки? Ну согласитесь, маршрутки добираются быстрее. Смотрите, мы говорим о скорости, то есть допустимая скорость в городском режиме, понимаете? То есть есть эксплуатационная скорость, безопасная скорость, в которой должен работать общественный транспорт. Маршрутка не останавливается на каждой остановке, она меньше по размеру. Я бы сказала, что маршрутка останавливается не только на каждой остановке, маршрутка останавливается между остановками и по требованию пассажиров, что недопустимо. Ну это другой вопрос, но все-таки нужно себя не быстрее. Здесь есть очень большая проблема на самом деле. Можно мне уже сказать? Да, пожалуйста. Во-первых, размеры троллейбусов и размеры маршруток кардинально разные. Отсюда получаются очень серьезные проблемы. Она есть, она замерена. То есть большой автобус в центре города, в нашем, автобус. У троллейбуса размер большого автобуса, то есть вандартного автобуса, движется с гораздо меньшей скоростью, чем маршрутка. Это замерено, это проверено. Я это спрашиваю у Хаскина, это все есть совершенно четкие цифры. То есть на самом деле большого количества троллейбусов в нашем городе без коренного изменения всей логистики движения в центре города, это нереально. Да, это возможно на уровне Таирова, на уровне Черебушек, но в центре города это в принципе невозможно. При существующей сегодня логистике транспорта. Нужно различиться именами. Это первый момент, который очень важен. Второй момент очень важен тоже. Я еще раз задаю вопрос, который на мой взгляд очень интересен. А сколько вообще это стоит? Потому что одесситы платят за это. То есть на самом деле через бюджет деньги не чужие, они наши. Поэтому мне интересно, вот я хотел бы знать, сколько на сегодняшний день стоит проезд в электротранспорте. Просто интересно знать. Потому что суммы, которые туда идут, и то количество людей, которые там перевозят, оно очень невелико. Мне так кажется, может я ошибаюсь. Теперь еще один, я не закончил, я вас не перебивал правильно. Вы задали вопрос. Нет, вряд ли, когда я кончу, тогда, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Я не против. Я против. Теперь я хочу еще раз пощеркнуть момент, который вот до этого говорилось, я ее не хотел прерывать. Я вежливый человек. Судебное решение должно вступить в законную силу. В законную силу оно вступает после апелляции. Это принципиальный момент. Мы закрыли вопрос с конфликтом. А, когда мы закрыли, человек еще раз повторил. Поэтому я повторяю еще раз. Теперь, момент по поводу транспорта. Во-первых, если мы хотим действительно говорить о реформе транспорта в Одессе, то нужно четко, во-первых, поставить вопрос. Это не такая простая проблема. Проблема на самом деле не в том, чтобы мы закупим еще 10 или 15 троллейбусов. Проблема гораздо серьезнее. Проблема заключается в организации всего транспортного движения. То есть для начала необходимо изменить всю схему движения транспорта. Провести ее анализ. Этого не сделано даже близко. Во-вторых, понять, где можно ввести систему метроавтобусов, где можно ввести систему скоростных экспрессов. Это все должен делать город. То есть установить, где должны экспрессы быть, где они будут выгодны, где они будут покупать себя. Все эти моменты должны делаться. Они не делаются. То есть когда мне говорят о том, что хотят изменить ситуацию в городе, замечательно. Я за двумя руками. Но я не вижу пока никаких схем обсуждения этих вопросов. У нас есть телефонный звонок. Мы послушаем звонок, и потом я дам возможность вам ответить Леониду. Да, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень интересная и актуальная тема у вас сегодня. Спасибо. Я хочу сказать, при том, что господин читатель защищает чьи-то интересы, я так понимаю, но я как человек, гражданин нашего города, я пользуюсь. То по поводу маршруток, езда в маршрутку подвергает ежеминутно нашу жизнь опасности. Потому что и условия водителей, в которых они работают, они вынуждены так. Я не ставлю это в вину. Это вот такая ситуация. И я считаю, что преступно убрали 30-й трамвай. Он вообще там не мешал стать потоку транспорта. И, конечно, пускай это будет коммунальная собственность. Потому что здесь хоть какое-то можно пожаловаться. Здесь нельзя пожаловаться. Я не сталкиваюсь лично с Хамптом. Ну, с мелким только. Но когда я читаю в соцсетях, и что позволяют себе, и это безнаказанно. Мы не так, собственно говоря, люди, я имею в виду, народ поставлен в такие рамки, что мы нигде не можем пожаловать. Вообще ни на кого нет права. А частник и маршрутка, мне кажется, это какие-то бандитские. Ну, это уже такие достаточно радикальные оценки пошли. Никого не хочу обидеть. Потому что, собственно говоря, там для человека ничего нет. И я могу сказать, что когда едешь, ну, бывает, едешь на фонтане, то травма быстрее. Да, в центре это нет. А если маршрутка, то маршрутка мчится с такой скоростью, при том, что сейчас 1 января у нас скорость для всех 50 километров, или с какого-то там января, то вы меня простите. Никогда маршрутка не будет. Это страшно, неудобно. Я вас понял. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо. Если можно, да, я все-таки на поставленный вопрос. Ну, первое, я хотел бы заметить, что ничего не делается, и я не знаю о том, что делается. Это разные вещи. В данной ситуации я хочу заметить, что вы просто не в материале о том, что делается. Поэтому я, если позволите, наговорю. Первое. О этой логистике. На сегодняшний день департамент, кстати, совместно, я тоже состою в этой рабочей группе, совместно с консультантами и со специалистами Мирового банка. Это работают над созданием новой модели. Это работы общественного транспорта в Одессе. То есть в 2017 году Мировой банк совместно с нами это изучал, это весь пассажиропоток в городе. Город был это поделим на соты. То есть мы изучали, где наиболее узкие дороги, где шире дороги, где спальные районы, какое население спальных это районов. Даже мы изучали то количество машин частных, которое зарегистрировано в том либо ином это районе. Чтобы понимать, какой вывоз это пассажиров, утром с той либо иной улицы либо с того либо иного района. Естественно, если говорить о том, что на сегодняшний день маршруты работают в основном хаотично, да, это так. Но так мы и пытаемся навести порядок. Потому что, если позволите, на сегодняшний день в Одессе в Одессе в день на линию выезжает от 1000 до 1100 с чем-то автобусов малой вместимости. Вы понимаете, какую часть этого потока они занимают? От 1000 до 1100. Если заменить этот же подвижной состав на подвижной состав большей вместимости, насколько легче нам станет ездить по нашему городу. Плюс экологически чистый, прошу заметить. Мы будем подводить... Отвечать можно? Нет, отвечать у нас вышло время. Мы, я думаю, еще соберемся в этой студии и продолжим. Нам нужно подвести итоги. Я попрошу режиссера сообщить мне результаты интерактива. Это же результаты, говорим сам на себе. 75% да. Считаю, что нужно менять частников на коммунальный транспорт. Вот в режиме Блиц по 30 секунд. Как вы прокомментируете то мнение, которое выразили наши телезрители? Леонид. Чума на оба ваши дома называется это. Дело в том, что люди не видят частников, которые сегодня ездят. Они думают, что это пустые троллейбусы. Они пустые, потому что частники есть. Убрать частников, троллейбусы будут не просто пустые. Они будут стоять и будут переполнены. То есть люди просто не понимают до конца последствия проблемы. Вот и все. Ну и боятся, наверное, подорожания. А подорожание неизбежно в этом случае, кстати говоря. Появление коммунального предприятия приведет к дорожанию, причем я думаю, что двукратно это минимум. Марина. Ну, я тут в таком восторге, конечно, от нашего оппонента. Я хочу сказать, что город будет идти не семимильными шагами, а большими шагами к правильному изменению. И все то, что зависит от депутатского корпуса в помощи ОГЭД, мы будем это делать. Дмитрий. Ну, со своей стороны, хотелось бы заметить, что у нас не ездит это полупустой подвижной состав. На сегодняшний день это с пассажиром, потоком, все у нас нормально. Нам действительно не хватает этого подвижного состава, и мы этим занимаемся. мы обновляемся, мы покупаем дополнительные, мы сами собираем дополнительные единицы. Что касается новой модели, то да, я зато, я не говорю, что должен быть монополист на рынке. Я говорю о том, что должна быть единая диспетчеризация, должна быть единая диспетчерская, должен быть электронный билет. То есть, должна быть единая модель этого бонка, это работы всех операторов на рынке, а не так, что кто как хочет, тот и едет. Электронный билет это вообще отдельная тема для разговора. И мы, я надеюсь, тоже поговорим в этой студии, но, к сожалению, уже не сегодня. Мы ограничены во времени, поэтому я вас благодарю, что вы пришли. Спасибо за интересную дискуссию. Вот как сказала наша телезрительница, то я думаю, что и телезрителям было интересно. Мы все-таки для них стараемся. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, что мы работали в прямом эфире, говорили о городском транспорте. К нам пришли Леонид Штекель, журналист, общественный деятель, Марина Лазовенко, депутат Одесского городского совета, Дмитрий Жемон, директор коммунального предприятия Одессгорэлектротранс. Студию провел я, Константин Гричаны. Оставайтесь на репортере. Продолжение следует...